Здарова всем ребят, сейчас я вам танковых новостей подсыплю и заканчивается уже 26 февраля, несколько часов осталось общего дела акции и судя по темпам набора общего урона могу сказать, что пятый этап мы не закроем, а значит все награды, которые вы видите на экране, это и скидка на оборудку, и скидка на прокачиваемую технику, и прокачку экипажа мы не получаем. Однако, ремкомплекты, аптечки мы с вами заработали, то есть приобретать их с 50% скидки, я уже неоднократно говорил, очень выгодно, также мы здесь видим боевые задачи на x5 опыта, ну и различные другие плюшки, в общем-то большинство скидок, акций мы забрали, обидно что не все выполнили, но как говорится первым линкомом. К слову, я заметил, те кто не следит за моим каналом, они почему-то ошибочно считают, что вот это вот общее дело это типа акция на 23 февраля, не, разумеется она приурочена к 23 февраля, но акция была отдельная, может быть вы не заметили, да, но это опять же, кто следит за моим каналом, они в курсе, что надо было кнопку нажать и активировать акции на 23 февраля. Это же просто к долгим каникулам, вот этим вот вокруг праздников привязанным, да, вот эту акцию общее дело привязали, чтобы у людей была возможность понабивать урончик себе. Ну и вот я сейчас не успел договорить, что касается глобальной карты, она тоже сегодня заканчивается. Значит, по прогнозам, проходной балл на танк в РУ регионе будет 1800 примерно очков, а проходной балл на танчик в Евро регионе будет 1580 очков. Это самый худший прогноз, то есть это максимум, который может быть, вряд ли он будет преодолел. Как вы видите, в РУ регионе порог выше, ну и активность у нас и по количеству игроков, и по кланам, и по всему остальному, да и по вовлеченности тоже выше. Теперь к другим новостям давайте перейдем. В Европе уже на днях выходит патч 1.20, мы оттуда проведем стримчик. Ну, не это главное, у нас патч уже точно известно, что он выходит с 5 на 6 марта. Вот, и там уже начнутся различные события, включая боевой пропуск, о котором я вам уже рассказывал. Теперь к другим интересным новостям. Ну, давайте прошлые акции вспомним. Дело в том, что вот Экспресс опубликовали интересную информацию. Информация эта интересна в первую очередь мне, наверное, но я с вами ей поделюсь. 190 с лишним тысяч карачунов ушло на последнем нашем с вами марафоне, который проводился в РУ-регионе. И несмотря на то, что, ребят, карачуна все хаяли, да, марафон-то плохой и все остальное, и танк неинтересный, но посмотрите, насколько высокая активность в результате получилась. То есть эксперимент, я считаю, прошел вполне себе успешно. Если посмотреть на цифры, да, и если верить Экспрессу, то этот танчик за всю историю всех марафонов, а их было очень много, занял третью позицию по популярности. То есть очень многие получили танчик, очень многие ради него запотели. Несмотря на то, что танчик, ну, далеко не имба. Я бы даже сказал, скорее не имба, чем имба. Да? Вот. И, несмотря на это, запотели. И, опять же, за последние несколько лет этот марафон стал топ-1 по популярности, то есть количество танков, которые игроки забрали с него. То есть игроки ради этого танка реально потели или донатили. Мне вот на фоне всего этого интересно посмотреть, как там у Терминатора дела обстоят, да, с Т-32М. Сколько танчиков в результате было получено на марафоне в Европе. Ну, просто ради интереса сравнить, потому что, ну, изначально Т-32М выглядел, ну, по имбовию. Тем более его накануне еще и подтянули сам Т-32-е, апнули. Вот. И, казалось бы, да, вот многие мне говорят, типа, что ты хвалишь Лесту? Я не только хвалю, я ее ругаю. Но вот как здесь не похвалить за отношение к игрокам? Смотрите, вводят танчик, раздают его, ну, как раздают? Люди потеют или донатят. Короче, танчик расходится большим тиражом, что немаловажно. Это не какие-то несколько штук в рандоме. Это большой тираж танков. И не успел он выйти, казалось бы, да, но все, ну, если так по-коммерчески говорить, машина продана. Все, что ради него заморачиваться? Все, продавать его в ближайшее время не планируют, да, в течение 23-го года те, кто его получили, будут фармить голду и выезжать на нем в рандом и так. Может быть, кстати, эта механика и стала очень ключевой в желании заполучить эту машину. Но! Леста что делает? Ну, казалось бы, логики в этом никакой нету, да? Но в патче 1.20, как вы знаете, танчик подтягивает и по броне, и по пушке. То есть вот сразу не успел танк появиться, да? Всем очевидно, что танк, ну, скажем так, далеко не имбища. Я об этом уже раз несколько сказал. И, пожалуйста, его подтягивают. Ну, за такое, мне кажется, можно похвалить, потому что, ну, это прямо отношение, ну, лицом к игрокам. Именно так, в моем понимании, оно и должно выглядеть. Теперь к другим новостям. Все равно будете писать, что вот, все равно ты лести подкручиваешь, там, подхваливаешь их лишний раз. Пожалуйста, вот вам еще основание. Вышла вот такая вот коллаборация. Это правда. Значит, несмотря на то, что это вышло на ВотЭкспрессе, это абсолютная правда. Как это было, могу рассказать. Значит, пришли ребята с Леста, сказали, вот, есть возможность оставить свой след в танчиках. При этом все нужно сделать самому. Вот многие считают, что это Леста сама сделала для блогеров такие декальки. Нет, каждую декальку блогер делал сам и передавал ее Лесте на согласование. Ну, соответственно, там никакую штуку нельзя было лишнюю. Также девиз какой-то можно было самому придумать, но уже дизайн девиза, он был на ответственности дизайнеров от Лесты. Но и все равно, в любом случае, каждый вот момент согласовывался с блогером. Куда, какую буковку перенести и так далее. Вы мою видели сейчас. Я там второй после Джо выйду. Ну, там они расставлены просто в количестве подписчиков. Есть даже каналы с тысячей подписчиков. То есть Леста с теми... Причем я еще узнавал, далеко не все, у кого разрабатывались декальки, вот в эту волну попали в первую. Я пока не могу рассказать, как, почему и зачем это нужно, но, думаю, будут интересные подвижки. Причем у каждого блогера они будут свои. То есть это не такое, что это одно для всех. Нет, у каждого блогера будут свои движухи, связанные с его кастомизацией. Что касается моей кастомизации, могу пояснить, что я там выбрал. Первое. В 20-м году появились декали в виде мышки. Вот так вот они выглядели, и люди стали с ними экспериментировать. Я покажу вам, как игроки на фоне стали приклеивать эту мышку с другими декальками ксенотанка. И меня, честно говоря, это очень сильно вдохновило. Меня во всей этой концепции не устраивало только одно. То, что это была какая-то, ну, мышь. Поэтому, когда была битва блогера в 20-м году, я дизайнером заказал декальку. Нам сказали, что можно свою декальку будет сделать. В качестве уже человека. Вот вместо этой мыши, ну, прям вот, дизайнеры срисовали практически ее в один-в-один. Чем, что и хорошо, потому что ее легко интегрировать сразу в танковые декальки. Но там разработчики начали впихивать мою декальку в свою декальку, в какие-то обертки. Короче, получилась полная херня, и я не достиг той цели, которую хотел. Я вторую декальку, я еще хотел глазки сделать. Потому что, ну, сейчас, может быть, разработчики тогда уже свои планы имели по поводу глазок на танки. Но мне хотелось еще сделать декальку в виде глазок, чтобы, ну, танкам там лица рисовать. Я знаю, это баловство, но мне очень нравится вот так вот кастомизировать танки. Не знаю, глазки приделывать им, вот это вот все. И я посчитал, что есть люди такие же, как я, которым это будет интересно. Ну, и поэтому вот в этом направлении мы и продолжили. Ну, и вторая декалька, там, это уже больше мем, рофл, 38% на победу. Я в нее вкладываю следующий смысл. Как бы не складывалась ситуация против вас. Вы знаете, что иногда заходите в бой, и там появляются паникеры, которые начинают... Вот, это уже слив, и вот все. И когда у вас уже полкоманды, вы еще от респа не успели отъехать, у вас уже полкоманды в ангар улетело, да. Остальные начинают, опять же, панику разводить. И шансы на победу все меньше и меньше, вы должны помнить, что многое зависит от вас. Нужно собраться и приложить все усилия для того, чтобы достичь поставленных целей. По крайней мере, вы будете выше того места, где вы могли бы оказаться. Я через это прошел на собственном опыте, и для меня вот эта вот декалька, она очень большой смысл несет. Поэтому, я думаю, любой танкист, который захочет нанести себе такую декальку на танчик, у него будет в голове напоминание. Что бы ни случилось, никогда не опускай руки и не сдавайся. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.